Со стороны вы можете подумать, что в этом доме ничего драгоценного нет, но сегодня у меня будет ровно 30 минут, чтобы всеми силами его защитить, после чего 100 голодных игроков подключатся на мой сервер и попытаются в него пробраться, ведь если хоть кто-нибудь из них сможет зайти в мой дом, он получит 10 тысяч рублей. Вы просили ролик с вебкой, я снимаю ролик с вебкой, прямо сейчас передо мной какой-то обычный вроде домик, но вокруг него огромная территория из бедрока. Вы должны сказать, что зачем? Зачем тебе такая территория для какого-то одного маленького дома? Всё дело в том, что этот дом довольно необыкновенный, я бы назвал его Сектор Приз, потому что при заходе внутрь этого дома вы находите один сундук, в котором находится алмазик, и в принципе всё. А если вы на него наводитесь, то увидите, что вы только что выиграли 10 тысяч рублей, потому что вы просто смогли зайти в мой дом. Вот такой я гостеприимный. Именно поэтому, как вы понимаете, сегодня моя задача будет защитить свой дом максимально, чтобы никто не смог в него пропасть. Но для начала нужно конкретно подкрепиться. Как не трудно догадаться, моя задача сделать так, чтобы никто не смог проникнуть в мой дом, потому что если они в него попадут, они сразу отберут у меня 10 тысяч рублей. Именно поэтому я создаю защиту, и в первую очередь я решил сделать себе обычный слой из обсидина. Да, это не будет какая-то, да, из-за защиты из бедрока, потому что бедрока, ну, понимаете, просто невозможно будет сломать. Однако, добавим сюда быстренько немного лавы, и если вы спрашиваете, Тунка, ну куда ты так сильно торопишься, кто за тобой гонится? Дело в том, что на постройку всей этой защищённой базы у меня всего лишь есть 30 минут. А сколько людей будет много, и я боюсь, что у меня может начаться социофобия, нужно очень быстро поторопиться. Для этого мы сначала берём, делаем себе ещё один слой из песка, и вы спросите, Тунка, как тебя песок вообще защитит? Дело в том, что с помощью песка я могу взять из креатива как раз-таки... А что я хотел взять? Кактус! И с помощью этого кактуса просто расставить его таким образом, чтобы людям было тяжелее пробраться. Но при этом мы специально ставим им одну лазейку, чтобы они искали эту лазейку и смогли попасть. И вы спросите, Тунка, ты недавно, а как недавно, 7 месяцев назад записывал ролик, где ты делал совершенно то же самое. Однако всё дело в том, что эту защиту дома я планирую сделать в несколько, десяток или сотен раз лучше. Посмотрите, что у меня уже получается, окей. Пока что у нас имеется один обыкновенный слой из обсидина, который я даже не знаю, зачем я поставил. Потом лава, через которую нужно перепырнуть, и много слоёв из кактуса. Причём, как я и обещал, тут имеется лазейка, через которую можно пробежать, но она в задней части дома. И ещё кое-что, ам, я бы что-то поставил эти непонятные штуки, я вообще даже не знаю, зачем. Также я сделал себе небольшую наработку на будущее, а именно это вот такая турель. То есть, знаете, турель, на которой будет, наверное, стоять какой-нибудь скелет, который будет в теории во всех стрелять. Это такая наработка на будущее. А пока что нужно двигаться дальше, время поджимает быстрееей. Мне пришла весьма неординарная идея, и я не знаю, сработает или нет, и убьёт ли это кого-нибудь. Желательно, чтобы никто не попал в мой дом. А именно поэтому я сейчас поставлю себе огромное количество раздачков, но о нет, они должны смотреть вверх, придётся расставлять их вручную. И да, у нас уже наступила ночь, у нас уже наступила ночь, но я расставил абсолютно каждый диспенсер. И с помощью диспенсеров и, собственно, ноженой плиты им всё очень весьма понятно. То есть люди сюда наступают, вылетают в зелье моментального вреда, они падают вниз и их убивают. Поскольку мы хотим конкретно людей помучать, я думаю, что нужно сразу же после вот этого слоя добавлять себе огромную стену. Да, это будет китайская стена, которая, между прочим, будет защищать мой дом от этих ста игроков. Потому что, знаете, сто человек это довольно много, и как бы ты ни пытался защитить свою базу, а ста человек защитить её реально непросто. Это примерно так же непросто, как и записывать, в принципе, ролики с вебком. Поэтому, в теории, знаете, вы можете посмотреть на эту иконку. Вау, вау, что? Что это за иконка такая? Далее я хочу сделать себе огромную стену, на которой будут появляться скелеты, и они как раз и будут защищать мой дом. То есть это будет стена, которая, мало того, что сама по себе, в принципе, его защищает, там ещё будут скелеты. Но, разумеется, мы где-то здесь по центру сделаем вход, чтобы люди могли аккуратно пробраться, как говорится, к моему дому. Это выглядит пока что не совсем-таки защищённо, поэтому посмотрите, как у меня сейчас защищена моя база. И как она смотрится уже через пару минут. Мне, кстати, интересно, что будет делать человек, который выиграет в сегодняшнем ролике. Потому что призовой фон, который он получит, в принципе, знаете, его можно потратить на разные вещи. Я-я-я-я не знаю, я бы лично, наверное, купил бы себе новенький телефон Poco M5. Это отличный выбор для тех, кто хочет выигрывать в любимых играх без лагов. Причём, под крышкой этого монстра скрывается восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99. За качество картинки и фотографий вам тоже переживать не стоит, ведь в нём находится 90-герцовый дисплей FHD+, Dynamic Switch с покрытием Gorilla Glass и тройная камера с разрешением внимания до 50 мегапикселей. Я уже не говорю про вишенку на торте в виде аккумулятора на целых 5000 мА. Кстати, всё это по приятной цене. Купить этого красавца вы можете в интернет-магазине CityLink. Там вас ждут приятные цены и широкий ассортимент товаров, такие как бытовая техника, телевизоры, компьютеры и просто много других товаров для геймеров. Поэтому, скорее заглядывайте в CityLink по ссылке в описании. Тем временем я уже успел построить вот такую вот защиту, то есть ограждение для моего дома. И знаете что? Я решил поместить сюда скелетов, причём в виде Хэллоуина. Они у нас ещё и, о, с очень прикольными шляпками. Эти скелеты должны защищать мой дом. И для того, чтобы они не исчезали, я даю им имена в виде Бебриков. Вы спросите, ну почему Бебрик? Всё очень просто. Дело в том, что Бебрик, это человек, который в предыдущем ролике, где я строил защищённую базу, он был почти первым, то есть он тот человек, кто почти смог попасть в мой дом. Ему буквально не хватило несколько секунд. Поэтому за него, как говорится, в его честь, я называю теперь скелетов. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я в честь тебя назвал следующего моба. Времени у нас всё меньше-меньше, и у меня даже начинает немножко подлагивать, возможно, от огромного количества скелетов. Но у меня уже заготовлены козыри в рукаве. Я уже знаю, что я буду делать дальше. Пока я расставляю этих скелетов Бебриков, я придумал, что следующее, что я поставлю, это будет очень интересная ловушка с помощью рыбы Фугу. Пока что её здесь нет. Дело в том, что, наверное, вы знаете, что рыба Фугу, она, в принципе, кусается. То есть это такая, знаете, своеобразная, в принципе, рыба. И если вы её заспавните, то она будет, опять же, своеобразно вас кусать. То есть вы выходите с креатива. И, ой, божечки мои, у меня осталось половина сердца. Ладно. Времени у меня остаётся всё меньше-меньше, поэтому нужно реально поторопиться. Для этого что я делаю? Я для начала беру и спавню здесь водичку, потому что благодаря ней мы заспавим, как раз, рыбы Фугу. И эти рыбы Фугу будут атаковать игроков. Самое интересное то, что люди даже не будут об этом знать. То есть в теории просто люди такие ходят, а, какие-то люки, неважно, ходят по люкам, бац, и умирают. Именно поэтому это будет своеобразный атакует ролик. Кстати, если вы впервые на моём канале, вы в теории можете подписаться. Не знаю, какая-то странная кнопочка только что появилась у вас на экране. И также, в принципе, напоминаю, что этот ролик, как и все остальные, я снимаю на своём собственном сервере RaidMine. Именно здесь, в этом месте, уже через несколько минут, я буду приглашать 100 человек, которые попытаются пробраться в мой дом. А пока что мы заспауним им огромное количество врагов. Это настоящий враг народа, это рыба Фугу, которую должны бояться все. У меня имеется примерно вот такая территория, то есть это песок, и дальше у нас имеется адский камень для того, чтобы использовать чуть позже. А пока что, на этом песке я хочу изобразить настоящие турели. Как это сделать, я пока не представляю. Это явно должно быть что-то крутое, масштабное и наносящее много урона. Поэтому мы создаём обычные большие турели. И поскольку у нас уже имеются скелеты, которых мы запрятали вон там, это наши друзья Беберики. Помимо них, мы должны спать ещё кого-то. Это будут тюфики. Возможно, вы угадали, а возможно, нет, но тюфики, если что, это Блейзы. И, между прочим, посмотрите, что у меня пока что получается. Довольно неплохая структура, и да, она ещё не готова, потому что нужно добавить ей немножко эпичности. Добавим ей красиво, так сказать, оп, прически по бокам. И это будет та самая турель, на которой будут находиться ифриты. Ифриты должны стрелять издалека, и для того, чтобы они не поулетали из моей же турели, нужно аккуратненько расставить сюда блоки барьера, которые, по сути, видеть никто не будет, но они будут, как минимум, их там держать. Тем временем у меня получается примерно вот такая турелька, и, слушайте, вроде реально смотрится неплохо, окей. Одна турель у нас есть, остаётся теперь только скопировать и вставить её ещё три раза, или даже не, стоп. Что, если сделать не четыре турели, а восемь? Времени остаётся у меня менее пяти минут, поэтому нужно конкретно поторопиться. Всё, вставляем последнюю турель и готово. Внимание на экран, сколько у меня тут турелей? Да, на самом деле, это выглядит уже весьма эпично. Также я добавил сюда немножко паутины, чтобы замедлять игроков, и, пожалуй, не помешал бы последний финальный слой паутины. Теперь, как говорится, делать ваши ставки. Сможет ли кто-нибудь пробраться вот в этот вот дом? Потому что, если да, я потерял 10 тысяч рублей, если нет, я надеюсь, что я хорошо защитил свой дом. Но я думаю, можно ли добавить чего-то ещё? В теории я могу добавить ещё один слой, потому что и место позволяет, но я не придумал что. Разумеется, как мы говорили, в этих турелях у нас будут мобы, и это будут ифриты, которых, между прочим, я решил назвать, знаете как, я решил назвать их по очень элегантному имени. Это будет тюфик, всё, теперь каждый турель будет не один тюфик, а штук по 15. Я, кстати, сделал что-то очень странное, я не знаю, что я сделал, я просто не знаю, что я сделал, честное слово. Я думал добавить какой-то лабиринт, окей. У меня получился вроде как лабиринт, я думал добавить вокруг барьерные блоки, чтобы люди должны были проходить по этому лабиринту, но я понял, что это слишком будет долго, и я просто не успеваю. У меня остается ровно одна минута, чтобы всё завершить. У меня получилась какая-то непонятная структура с лавой, которая вряд ли вообще кого-то замедлит, но а также у нас имеется недоделанная турель. Я тут должен был сделать турель с какими-то лазерами, но я про неё забыл, и поэтому теперь быстро, экстренно призываем какого-нибудь скелетрона, и здесь его закрываем. Пришло время проверять эту базу, насколько хорошо я её защитил, и сможет ли кто-то украсть у меня 10 тысяч рублей. Как вы поняли, прямо сейчас передо мной защита, которую я строил полчаса, и, внимание, это несколько слоёв по типу лавы, кактусов, мёртвых душ, а потом просто ножных плит, которые тебя убивают, и турели с тюфиками. А, чуть не забыл ещё про бэбриков. Однако прямо сейчас мы проверим, смогут ли они устоять перед 100 игроками, которые прямо сейчас зашли сюда для того, чтобы попасть в мой дом и украсть мои 10 тысяч рублей. Кстати, прежде чем я их выпущу, я хочу напомнить, что этот ролик я снимаю на своём серии Raid Mine, который вы прямо сейчас видите, кстати говоря, справа от меня, и вы можете тоже зайти и поиграть вместе с нами, я уже не говорю, кстати, про то, что вы ещё и можете зайти с телефона в него поиграть, поэтому заглядывайте в описание под этим роликом, и, пожалуй, последнее, что я хочу сказать, это просто подпишитесь на мой канал, пожалуйста, я очень стараюсь над всеми этими роликами, я очень старался над постройкой этой базы, поэтому через 3, 2, 1, мы начинаем наше испытание, let's go! 100 голодных игроков начали свой побег, и проверим, смогут ли они, о боже, стоять перед огромным количеством тюфиков и бэбриков. Итак, тюфики, вперёд! Пока что у нас имеется огромное количество человек около паутины, и почему-то тюфики, что? Тюфики в них не стреляют? Тюфики, что не так? Бэбрики стреляют! Зелия на бону, отлично! Есть! Зелия активированы вовсю, и люди моментально умирают. Воу, сколько тут чистит! Но по непонятной причине тюфики, тюфики ещё не активировались, но, друзья мои, быстрей! Что не так? Что вам не нравится? Почему они не активировались? О, начались, начали стрелять! По всей видимости, нужно оставать эти баулбоки, иначе тюфики не активируются, окей. Давайте, друзья мои, люди, кстати говоря, начали разбегаться по разным сторонам, и смотрите, заходить сзади, они нашли мою лазейку. Я её перекрою, я её перекрою, вы слишком быстро её нашли. Это лазейка, которую вы не должны были так быстро найти. Я думаю, на случай, если люди не могут пройти мою карту, я подготовил им небольшую лазейку сзади. Но почему-то получилось так, что они слишком быстро её нашли, и посмотрите, сколько людей уже погибло. Эти зелия моментального вреда, они никому не прощают, они никому не прощают, и поэтому люди... Люди бегают по мёртвым душам, по песку души, пытаются понять, где же тут пройти. Итак, холодос 77, как ты думаешь, где тут находится проход? У него же стрела в плече, братан! Давай, эксклюзивно для тебя, я готов сделать тебе уникальный проход. Давай-давай-давай, аккуратненько, мы никому не расскажем. Всё, иди дальше, я тебя закрываю, всё! Я его закрыл! О, мой гад, что, нет! О, боже мой, вы увидели! Он только что умер, хотя он был близко к тому, чтобы пройти... О, боже, зачем я это сделал? Зачем я вообще его туда пропустил? Я чуть не подарил ему только что 10 тысяч рублей со своего кармана, просто потому, что я ему помог. Как вы поняли, тут имеется бедроковая стена, и людям нужно добраться до неё, чтобы найти эту лазейку. Иными словами, мы, окей, открываем мою эту дорогу. Я сзади сделаю им специально такой лёгкий путь, и смотрите, они бегают! Ха-ха! Они бегают и прыгают по этим люкам в надежде спрятаться от рыбы фугу. Но спрятаться от них невозможно, так же, как и от этих зелий! Но если, допустим, если, допустим, даже кто-то проходит сюда и находит мою лазейку с кактусами, ему придётся внимание, ему придётся на шифте аккуратненько здесь пройти дальше, для того, чтобы дойти до той самой, опа, лазейки, и уже только тогда попасть в мой дом. Но смогут ли это сделать наши друзья, я пока не знаю. Спереди почти никто не остался, и фриты мои сбежали, тюфики! Что с вами не так? Тюфики хотели выйти на свободу, а они не хотели слушать мои правила. Далее, почти все игроки уже поняли, что нужно заходить сзади. Больше половины уже ушли, и всё. Осталось примерно 30 игроков. Они просто стоят здесь в очереди, в панике, и не знают, что им делать. Они хотят получить 10 тысяч рублей, но при этом понимают, что у каждого игрока всего лишь одна жизнь. Если они умирают, они не могут больше воскреситься, и поэтому у каждого игрока лишь одна попытка, чтобы это сделать. Друзья, я вам сделал идеальный проход! Всё, проходите! Давай-давай-давай, и дальше! Главное, чтобы они поняли, как им попасть в дом. Это через кактусы, через обсидиан, но пока они всё это будут понимать, мы увидим людей, которые совершенно боятся сделать первый шаг. Тут какая-то Чоколейт-84, которая всё ещё не начала, она всё ещё не начала попытки попасть в мой дом. И люди, люди у вас украдут 10 тысяч рублей, потому что вы очень сильно медлите. О, нет! Тюфики активировались! Тюфики активировались, начали стрелять какого-то Алекса, и ладно, ты пока шоколадка стой там, но я думаю, тюфики тебя скоро убьют. Она решила сделать свой первый шаг, но, к сожалению, она забыла про бебриков, и бебрики, если что, тебя так не оставят. Бебрики! О, ещё и тюфики издалека активировались! Всё, давайте, бебрики, стрелять в нёхе, и она убежала. Ладно, она молодец, смотрим. Есть ли кто-нибудь кто... Стоп, секундочку, я вижу один никнейм! Я вижу один никнейм! Позитив! Как ты это сделал? Как? Да ладно, нет. Он зашёл в мой дом и украл у меня 10 тысяч рублей. Как он вообще это сделал? Я не могу поверить, что Позитив у меня украл 10 тысяч... Как ты это сделал? Как ты это сделал? Если я найду кадр, как он это сделал, я вам это покажу прямо сейчас. Я не знаю, каким образом он смог пройти, но он прошёл через все препятствия и украл мои 10 тысяч рублей! Тюфики недостаточно сильно старались, видимо.